здравствуйте дорогие мои друзья сегодня хотел рассказать вам одну историю о человеке который любил стрелять ворон ну это такая история карме очередное напоминание что надо очень внимательно относиться к окружающему миру стараться жить экологично не разрушать что-то такое не только в человеческом мире в человеческих взаимоотношениях но даже и животными которых мы воспринимаем как-то ну что такое вороны многие скажут это летающая крыса это значит мусорная такая птица которая разоряет гнезда голубей и каких-то других птичек это хищник она разносит заразу и в общем-то стрелять ворон хорошее благородное дело знаете один подписчик среди нас есть зовут его михаил ну во всяком случае такое такое имя такой у нее этот лейбл ник такой серьезное мужское лицо с таким с под наклоном смотрит ну и он конечно пишет такие критические критические замечания ну пишет пишет хорошо и и как-то по моему читал я у него что восхищается он императором николаем вторым который в своих дневниках писал часто что он выходил на прогулку по парку где там по лесу рядом со своими резиденциями дворцами с ружьем и пока гулял стрелял ворон кошек собак так просто и записывал потом там убил там три вороны одну собаку 10 кошек там сколько-то галок так развлекался что такое государь император пострелять на меткость нормально конечно наверняка вы скажете это не связано с тем что вот такая трагическая судьба с его семьей и со всей страной конечно какие галки император разница есть не связано не связано так что а я расскажу вам просто такую маленькую историю житейскую это она прошла у меня перед глазами ну и сейчас может еще будет происходить знал я одного человека его семью это офицер сейчас он тоже служит майор и но одно время мы с ним общались он очень увлекался оружием оружием естественно для мужчины увлечения он пневматические ружья что-то добавлял там усиливал пружины чтобы пневматика стреляет вот за счет сейчас за счет силы воздуха был такой мастеровую рука стоит что-то уточнял как-то инженерная такая работа у него хорошее дело но оружие должно стрелять ну хорошо если она стреляет просто по мишени часто бывает что тянет стрелять по живому и вот на службе это он служил занимал какую-то должность командную и из окна своего кабинета у него были какие-то там деревья он стрелял ворон так и тоже прямо как император николай записывал там 2 ворона 3 вороны но вороны птицы умные в конце концов просекли что а пневматика стреляет она но не это не громко тем более кабинет гасит и непонятно то есть ворона там сидят они погибают мощное ружье у него было так на большом расстоянии он этих ворон щелкал с оптическим прицелом прямо снайпер вороны стали опасаться уже не так как раньше они сидели там и стал он замечать что машина то есть ворона просекли кто это стреляет машина его которая там стояла совершенно в другом месте ну где-то там перед частью он ставил то есть связать с ним и эту машину ну надо было умудриться она через какое-то время стал полностью приходит она вся вот в этих в птичьем помете не в голубином вороньем а он такой такой ядреный неприятный запах потому что вороны питаются много животной пищи то есть вороны просекли кто в них стреляет и таким образом стиле как могли но это ладно машину можно оттереть ну так он передо мной хвастался конечно я ему говорил кармических последствиях этого о проблемах которые могут возникнуть понятное дело что там что там ему говорят ему он влечен охота куда-то выезжал еще но так в леса потому что уже из кабинета то не нет дураков не было среди ворон даже случайных видных предупреждали сказать туда не летать там стрелок сидит снайпер и вороны уже куда-то он ездил по лесам пытался кого-то там подстрелить из этих птичек там голубей ну все кто кто попадался ему в прицел тех он тех у нас стрелял и предупреждал потому что действительно на его поле стали появляться конкретные пятна пятна вот убийство то есть от него начало прямо вот мне это было я пахнуть смертью хотя конечно он тушился одеколом но просто начала вонять смертью хотя всего лишь птички всего лишь птички и начала рушится его жизнь рушится молодой в общем-то чуть сильный здоровый мужчина оторвался тромб попал в легкое чуть чуть не умер потому что там вплоть до того что хотели легкой удалить но как-то все-таки сумели спасти долгое время он валялся просто ни с того ни сего ничего он там лишнего веса нету спортом занимался потом начала рушиться семья и проблемы с детьми были то есть он их не связывал конечно с воронами там у дочки проблему сына проблемы и в общем-то крепкая семьяк жили жили они так достаточно долго просто развалилась в конце концов жена ушла к другому вместе с детьми дочка тоже как-то не общается теперь с ним хотя раньше это было просто ну папкина папина дочь там она обожала отца а раз все разрушилась сын тоже ну так вот как бы на него тоже что-то перешло он особенно учиться не хочет там выпивает то есть вот знаете связано это вот такая кармическая история человек который убивал ворон сейчас у него и здоровья нет уже по лесам ходить из ружья стрелять и счастья нету где-то он там мыкается по общагам уже можно сказать взрослый да уже не просто взрослый уже скоро 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 в отставку вот так вот карма справедливо это решайте сами всего лишь это как как вот найти чистильщик чистим город будет крыс убивать ворон а карма такое дело кому вы будете к богам называть говорить за что мне это за что или может быть случайно это все знаете это я тут составляю такие цепочки а на самом деле это все ерунда надо думать чувствовать вот через себя интуиции а вот так энергетически реально я но видел его какое-то время то есть я видел что его его поле было чистая и ну так ясно а потом на нем стали появляться вот эти пятна затемнение и все энергетика начала рушиться его и главное что это ну так вот достает и да 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 детей они то вроде как вообще ни при чем так что карма жестокая вещь все дорогие мои друзья спасибо вам счастливо